Позже начинаем. Здравствуйте, меня зовут Алексей Мелехов. Я уже вижу, несколько человек были на моей прошлой лекции в августе, поэтому с некоторыми мы даже знакомы. И сегодня я буду говорить о еженедельнике SionanJump. И, соответственно, тема лекции видна на слайде. Но хотелось бы все-таки поподробнее сказать о том, о чем мы именно сегодня будем говорить. Мы разберем целый ряд вещей. Я постарался вывести, так как часть из них будет связана со статистикой, часть из них я постарался вывести на слайды для наглядности, чтобы не потеряться в этих страшных числах, которые здесь будут. И, соответственно, основная моя мотивация, почему я вообще решил выбрать именно эту тему для разговора сегодня, это потому, что я вот раз за разом, в основном на англоязычных ресурсах, русскоязычные обычно этой темой в принципе не интересуются, вижу статьи о том, что SionanJump в кризисе, что вот у них сейчас тяжелые времена, он загибается и, в общем, все плохо. На самом деле, мне кажется, ситуация чуть более сложная, чем вот эти вот кликбейтовые статьи, которые я раз за разом уже, по-моему, на протяжении больше года вижу. И мы сегодня как раз попытаемся разобраться в том, что именно происходит с журналом. И важно это для нас в первую очередь потому, что еженедельник SionanJump – это не единственный журнал в линейке издательства Sivace, их там целое множество. И у них, как правило, есть отдельная какая-то специализация, то есть YoungJump, например, на романтических комедиях специализируется, у них примерно 40% каталога состоит из них. Там вот, кажется, обрученный кукушками русский перевод, выходил недавно аниме, это вот по-моему, англ из того журнала. Но вот SionanJump – наиболее из него узнаваемый и, наверное, это в целом самый узнаваемый манго-журнал в Японии из всех нескольких сотен, которые там есть. И он, соответственно, выходит с 68-го года, и его сам по себе старт выхода был историческим событием. Я не буду вдаваться в подробности здесь, потому что у Центра манги и комиксов есть замечательные лекции по истории манги, и там это все куда более подробно расписано. Я только скажу, что его историческое значение состояло в том, что он, в отличие от вот таких журналов, это репродукция, которые выходили до этого, как вы видите, он помимо манги содержали еще интервью, содержали какие-то любопытные факты или статьи, ну и помимо, собственно, комиксов, которые там выходили. И Сёнэн Джам был первым и единственным журналом, который целиком себя посвятил манге, то есть специализировался только на ней. И он выходит до сих пор, и до сих пор имеет не только вот свою вот эту богатую историю, которая уже больше 50 лет длится, но и имеет действительно важное влияние и на аниме-индустрию, и, в общем-то, даже на западную культуру, которую мы видим и потоки Netflix-адаптации, и не Netflix-адаптации тайтлов из Jump, мы видим, в общем-то, множество западных, иногда даже российских произведений, вдохновленных теми или иными проектами из Jump. И мне кажется, вот уже сам тот факт, что более 50 лет журнал умудряется оставаться актуальным, а не просто вот уважаемым изданием с богатой историей, не просто вот каким-то вот пережитком прошлого, он уже заслуживает пристального внимания. И думаю, что это на самом деле тяжелая задача. Вот как раз юбилейный выпуск тут на слайде изображен. Вообще, скажите мне, пожалуйста, когда вот вы слышите упоминание Сенен-Джампа, о чем вы в первую очередь думаете? Какая, может быть, серия приходит в голову первой? One Piece, да. Еще? Наруто, Бакуман, Блич, да. Мы уже назвали, а, мы уже назвали всю большую тройку только что. Есть такое полуофициальное даже понятие, оно настолько распространено, что оно уже фактически даже укоренилось. Называется большая тройка. Это Блич, Наруто и One Piece. Это вот три наиболее знаковых Сенена, которые выходили в Джампе в нулевые и частично в десятые. И из всей тройки остался только вот One Piece до сих пор выходящим. Наруто в форме Баруто продолжает существование, но в другом журнале у Си Вейси и в другом формате. Тайта Куба, конечно, Берн Завич строил во вселенную Блич, но он строил это очень отдаленно. И фактически, то есть, Блич сейчас не ongoing серия. Если мы с Наруто еще можем, так сказать, с какой-то натяжкой, то мы не можем. И вот как раз немалая часть вот этих статей, которые посвящены кризису Джампа, заявляют, что журнал в кризисе, потому что нет замены Наруто, Блич, а у One Piece популярность падает. Я не делал про это отдельный слайд, но вот при том, что One Piece все еще продается абсолютно сумасшедшими тиражами, и он все еще в топе продаж стабильно. Последние годы его уже начали обгонять другие серии. Не по суммарным продажам, понятное дело, а вот за год, которые там были. И сама по себе популярность One Piece, она уже свой пик прошла. То есть он все еще остается важной серией, он все еще остается вот с огромной фан-базой, но новых людей приходит все меньше и меньше с каждым годом. Догадаться можно почему. Очень много. Очень много серий и очень много томов манги. И соответственно, как раз если у манги привлекательная черта, что часто можно, ты знаешь с чего начать, если это не какая-то кросс-медийная франшиза вроде Гандама или Люпена или Фейта, то вот ты имеешь представление с чего начать. С One Piece ты имеешь представление, но ты не уверен, хочешь ли ты это делать. Когда ты видишь, что в One Goin'е 1070 серия, по-моему, выходит где-то там, а в манге там тоже, я не помню, сотню томов перевалило или нет, по-моему, перевалило уже. И что, в общем-то, основной аргумент у тех, кто считает, что вот джамп в кризисе, это вот то, что у него нет замены вот этим вот мегахитам. Долгоиграющим причем. Потому что и Блич, и Наруто выходили долго, и они, в общем-то, были такими сагами, которые застали долгий период времени. Но, однако, это не единственная причина, почему вот говорят о кризисе джампа. Как вы думаете, что еще называют, кстати, из аргументов за то, что журнал переживает не лучшие времена? Просто попробуйте угадать. Конкуренция, да. Ну, я бы даже сказал более точно. Конкуренция внутри журнала. Вот Бакумана сегодня называли, а там, в принципе, уже рассказывались основные характеристики того, как проходит рабочий процесс в журнале. Одновременно, вот в печатном журнале выходят несколько серий. Сейчас, если я правильно помню, 24 серии выходят. Какие-то с приостановленной публикацией, какие-то возвращаются. И, как вы можете догадаться, вот у такого вот издания бумажного, вот оно, кстати, очень толстое, как вы видите, то есть это один из выпусков джампа как раз. У него минусы в том, что он и так очень толстый, и страницы ограничены. Соответственно, сколько угодно серий он вместить не может. Поэтому постоянно и редакции, и издательства, и авторы следят за рейтингами, которые есть в журнале. Во-первых, после каждого выпуска есть опрос читателей, где просят их сказать, какие им главы манги в этом выпуске больше всего понравились. И, во-вторых, есть, понятное дело, отчеты о продажах. В общем-то, если говорить более широко, то для новой серии сейчас, по сравнению с One Piece, это абсолютно смешное число, но у новой серии где-то 5000 копий – это порог. Если новая серия, первый том, не продается 5000 копий, скорее всего, журнал просто закроет серию. И, соответственно, если в журнале, у серии тоже при плохих продажах еще и рейтинги низкие, велики шансы, что журнал ее, в общем-то, закроет. Наверное, мы еще все-таки вернемся к этому слайду. Но вот один из наиболее ярких примеров – это вот несчастная манга Масаси Кисимото, автора Наруто, Самурай 8. Она была закрыта за 5 томов. И тут статистика продаж. Потому что, как вы видите, начинается она с 40 тысяч копий. Очень хороший старт. То есть это не топ, но старт очень положительный. И заканчивается на 15 тысячах. При этом из рейтинга журнала он вообще выпадал время от времени. То есть и был где-то в конце. И в итоге то, что дали серии 5 томов – это, можно сказать, дань уважения заслугам Кисимото с Наруто. Потому что обычно такие серии закрывают за 3 или 4 тома. То есть если они не показывают хорошие результаты, их просто выкидывают из журнала. И вот как раз одна из причин, почему чуть более вдумчивые статьи говорят о кредите журнала – это то, что большая часть новых серий закрылась за последние годы. И более того, подавляющее большинство этих новых серий закрылось за 3 или 4 тома. То есть даже меньше, чем Самурай 8. Кстати, провал Самурай 8 был настолько знаковым и настолько важным, что до сих пор Suecia боится печатать много копий новых серий. То есть они уменьшили тиражи после того, как Самурай 8 провалился в продажах. Скорее всего, они напечатали, наверное, 1200 копий, а продали за несколько недель только 40, а на старте вообще 30. И поэтому, когда сейчас какая-то из новых серий пользуется большой популярностью, большим спросом, велики шансы, что ее тираж быстро раскупят и желающие даже не смогут купить новую бумажную копию. Просто потому, что теперь издательство с опаской относится к тиражам у новых серий. И, ну, вернемся на слайд назад. И вот как раз это действительно, если посмотреть на статистику, подавляющее большинство новых сериалов, которые открывались за последние годы, уже закончились в Jump'е. Есть, выходят хиты, то есть вот в Jump'е до сих пор выходит «Моя геройская академия», и она стабильно пользуется популярностью. Там до сих пор выходит «Магическая битва», основной, главный хит. То есть там по-прежнему выходит One Piece, там вернулся после множества лет перерыва Hunter x Hunter к выходу. А, выходит черный клевер. Все забывают про черный клевер. То есть никто не помнит, что он существует. И у него, не сказать, чтобы хорошие числа, но они стабильные. То есть у него стабильно есть аудитория, которая его читает, и, видимо, поэтому Севеси его держит. Несмотря на то, что никакие рекорды он не приносит, просто вот стабильно есть аудитория фанатов, которая его покупает. А так, большая часть серий, которая сейчас выходит в Jump'е, началась либо в 2022 году, либо в 2021. Потому что вот другие закрылись. Некоторые закрылись за три тома. Например, Супер Смартфон выходила серия, закрылась за три тома. Выходил странная, около детективная серия про Дельфина Детектива, она закрылась за четыре тома. Выходила странная серия про Яндере Детектива, три тома закрылась. И вот можно целое кладбище уже выстраивать из закрытых за последние годы серий Jump'а. То есть, что интересно, кстати, после успеха Хайки, Хайки, кстати, тоже тайтл еженедельника Сёнэн Джампа, хотя это не совсем очевидно. После его успеха спортивные манги так и не приживались к Jump'е. Вот у них были попытки несколько из них открыть, но они почти все закрылись. Ну, и если мы посмотрим на числа, которые изображены здесь, то есть, 90-е был рекорд тиража журнала. Еженедельник печатался с шестью с половиной миллионами экземпляров. То есть, для еженедельника это просто космические числа на самом деле. Это не значит, что все эти копии продавались, но, как вы знаете, книжная индустрия работает так, что если вещь не покупают, ее просто не печатают большим тиражом потом. То есть, один раз напечатают и больше не выходят. И если посмотреть на средний тираж сегодня, 1,39 миллиона экземпляров, то может показаться, что действительно сейчас не лучшие времена для журнала. Но здесь надо ставить огромную звездочку, потому что сейчас журнал существует в гибридном формате, в онлайне и в форме печатного. То есть, Манго Плюс, мировой вариант, это вот на самом деле вариант приложения Сёнэн Джамп Плюс, который вышел в Японии и начался в 2017 году. Но мы не будем в него, мы про него точнее поговорим потом отдельно. Это будут отдельные пункты и очень важные на самом деле сегодняшние программы. Но главное знать, что если вот сложить еженедельную аудиторию Сёнэн Джампа Плюс, 4 миллиона человек с лишним, и вот печатный тираж 1,4 миллиона, то получается где-то 5 миллионов, что в принципе недалеко от рекордов 90-е. То есть, у Джампа все еще очень хорошие показатели. То есть, и он все еще один из таких ведущих. Просто времена изменились, и вот ко всей этой статистике нужно подходить осторожно, потому что часть чисел тут никогда не будет отображаться. И в общем-то, эта конкуренция, которая есть в журнале, то, что вот страницы ограничены и значит, вот в любой момент тебя могут закрыть, она вот явно не очень хорошо сказывается и на атмосфере, и на некоторых составляющих. Но, опять-таки, к этому мы еще потом отдельно вернемся. Здесь хочется добавить еще одну важную вещь про аудиторию. Так, вы знаете, что такое Сенен? Да. Это, то есть, изначально рассчитано на аудиторию парней от 14 до 18 лет. Теперь угадайте, соответствует ли это аудитории Сенен Джампа сегодня. Нет, вообще нет. Сюэйс, которая очень любит делиться статистикой, ну, еще бы, если тиражи многомиллионные, то почему бы статистикой не делиться. Она в 2012 году публиковала, что примерно половина аудитории Джампа была женщины и с тех пор больше не публиковала эту статистику. И она публикует статистику по Манго Плюс. По Манго Плюс статистика, ну, который Сен Джамп Плюс, именно оригинальной серии. 35% женщин, 65% мужчин. Но они уже сразу оговорились, ну, мы в Манго Плюс начали для женщин запускать отдельно серии. То есть, а вот про журнал они вообще ничего не говорят. Скорее всего, после выхода Хайкио там перевес был еще больше, а даже не 50%. Более того, примерно половина аудитории по опросам старше 18 лет, так или иначе. Это на самом деле как раз один из самых ожидаемых пунктов, потому что те, кто начали читать в Манго Плюс с подростками, скорее всего, до сих пор его читают. И поэтому... Но факт остается фактом. В названии еженедельный сёнэнджамп актуальным остается только слово еженедельный к сегодняшнему дню. Потому что ни по возрастной категории, ни по распределению по полу вот уже все не так очевидно. И если возвращаться к вот этой вот идее о том, что журнал переживает кризис, то я бы её просто вывернул немного в другую сторону. Джамп сейчас в переходном периоде. То есть он сейчас пытается адаптироваться под новые времена и пытается вот как-то найти новый путь для себя. И давайте я, кстати, немного даже переструктурирую и сразу расскажу про... Это пока не смотрите. Этого не было. Того, что мы сейчас пролистали эти слайды. Манго плюс или это мировая версия так называется. Японская версия называется Сёнэнджам плюс. Она предлагает купить электронную версию журнала каждую неделю за смешные деньги. Там по-моему 300 йен где-то или 600 йен я уже точно не помню. и предлагает в общем-то набор оригинальных серий, которые там выходят. Например, Чин Соу Мэн, как вы знаете, переехал в Манго Плюс со вторым сезоном. И Аякаши Трайангл тоже переехал в Манго Плюс. И вот в принципе легко догадаться, почему часть серии, почему вообще некоторые мангаки предпочитают работать с Манго Плюсом. Потому что вот это та проблема, о которой мы говорили, это необходимость держаться конкуренцией, потому что ограничения есть у журнала. Они куда более свободны в онлайн-версии. Потому что в онлайн-версии, конечно, нельзя перенасытить ее, нельзя выпускать сразу слишком много серий, но это все равно больше, чем пара десятков, которые есть в журнале. И соответственно онлайн-выпуск означает, что если мангака не успевает или не может выпустить главу, ее можно выпустить не через неделю, а через две. То есть смена сроков проходит более гладко и более просто. И соответственно, если кто-то читает Чен Солмэна вангоинге, то по нему это очень заметно, потому что там часто главы выходят, во-первых, либо 15 страниц вместо стандартных 20, либо 40 в какой-то момент, либо на две недели ничего не выходит, или три потом выходят несколько недель подряд. более свободный график, который для мангаки явно более комфортный. Но с другой стороны, все еще остается более престижным публикацией в основном еженедельнике Джампа. Потому что если говорить про него, то многие авторы хитовых манг из Манга Плюса или Джампа Плюса переходят в журнал. Тацки Фудзимота, автор Чен Солмэна, начинал с Файя Панча, который был эксклюзивом для онлайн-версии журнала. Соответственно, мы там потом поговорим про еще ряд серий. Но мы раз за разом видим, как авторы успешных серий из онлайн-версии переходят потом в еженедельник. И, как правило, у них, кстати, хорошие показатели. Но вообще, на самом деле Джамп Плюс для Сьюэйси это и благословение и проклятие. Потому что хиты из Джампа Плюс оригинальные появляются сейчас чаще, чем из основного еженедельника. То есть Спай Экс Фэмили, например, который один из наиболее ярких и громких хитов последнего времени выходил там. И более того, в общем-то, после того, как Спай Экс Фэмили был таким оглушительным успехом, мы можем видеть, как еженедельники раз за разом появляются серии, которые рассказывают про семью. То есть это, например, Исакамото Дейс, который мы тут упомянем, это Ичиносаке Нотайдзе, который начал выходить, это и множество других серий, и даже Руры Дрэгон, где семейная тема и тема взаимоотношения с семьей уже выходит куда-то на первый план. Изначально вообще Jump Plus как онлайновый задумывался просто как версия во-первых, более экспериментальная, во-вторых, более экстремальная для жестоких и более откровенных серий, вроде как раз того же Faya Punch. Но постепенно, так как аудитория росла, менялся ее фокус. И в итоге SueH сейчас действительно в странной ситуации, когда онлайн-версия ее журнала производит более коммерчески успешные проекты и чаще, чем основной еженедельник. который забирает авторов из Jump Plus. Но что интересно, некоторые возвращаются потом обратно к онлайн-публикации, то есть раз за разом. Но, в общем-то, если мы вернемся назад, то есть вы снова не видели, как я переключил свайды, допустим, то мы пока оставим в покое Jump Plus. Мы поговорим в первую очередь о том, что происходит в еженедельнике. А в еженедельнике вот и вот эти различия в основной аудитории и по возрасту, и по полу заметны на самом деле по сериям, которые там выходят. Чейн Сол Мэн это самый очевидный пример. То есть это вот Чейн Сол Мэн больше похож на Сейн Эн Мангу, чем на Сён Эн Мангу. И дело не только в количестве жестокости, которое называли для Jump необычным. Дело на самом деле больше даже в тематике подачи и в других вот таких больше особенностях произведения. То есть в частности Чейн Сол Мэн, те, кто читали, кто ему здесь читал Чейн Сол Мэна? Да. Вы наверняка знаете, что он во многом строится на неожиданных сюжетных поворотах. Более того, на тех, которые шокируют, которые должны шокировать. Это само по себе характерно для Сейн Эн Манги больше, чем для Сён Эн. Потому что в Сён Энне, как правило, интрига больше в том, как победит главный герой. То есть особенно в боевых Сён Эн. если мы о них говорим точнее и в спортивных. Интрига там часто складывается именно в противостоянии персонажей. То есть чем оно закончится, как оно будет происходить. А с Сейн часто полагается именно на неожиданные повороты сюжета. И более того, даже в плане говорить тематики, то он не сказать, что более взрослый, потому что это все еще о переходном возрасте во многом история. но тем не менее относится ко многим вещам чуть иначе, чем это принято в Сён Энне. Даже если мы оставим в покое Дэнзи, который для Сён Энна непривычно индивидуалистичен, скажем так. У него мотивация не спасения мира, у него мотивация больше связанная с ним самим. И там называли это деконструкцией Сён Энна, что вот это вот такое бросает вызов традиционным протагонистам из боевых Сён Эннов, которые всегда сражаются за мир во всем мире, за своих друзей, еще за что-то, а вот Дэнзи от этого ходят. Мне кажется, это больше скорее задуманная часть общего мироощущения, которое там проводится, и которое в общем-то довольно, если не сказать, чтобы циничное, но такое хаотичное и довольно мрачное. И в принципе отношение к сексуальности, которое там мы видим, несмотря на то, что там вроде как формально все еще остается главный герой, который мечтает лишиться девственности, и у него одна из основных целей это переспать с кем-то. Само по себе отношение к сексуальности, в Chainsaw Man более будничное и более спокойное, то есть оно ощущается не как что-то из ряда вон выходящее, не как какой-то, в общем, не то, как подросток смотрит на секс, то есть как нечто невероятное и желанное, а как часть повседневной жизни. Но мы не будем долго оставляться на Chainsaw Man, потому что про него уже много сказано и будет еще больше сказано и особенно учитывая, что это самый продаваемый или один из самых продаваемых серий Jump'а за последнее время вообще. То есть экранизация, там экранизация сильно помогла продажам. Мне кажется, более интересные примеры, те, про которые говорят меньше. Это вот в частности Blue Box, Кодзи Миуры, Мангака Женщина. Кстати, что интересно, хоть и не работало раньше в Сьодзи-жанре, Blue Box тоже входит в серию наиболее успешных новинок Jump'а за последние годы. У него продажи в районе 100 с лишним тысяч на том сейчас идут и это очень хороший показатель. Если вспомнить, как я говорил, минимальный порог для выживания новой серии в журнале это 5 тысяч, вот у Blue Box сейчас 100 тысяч условно. И на первый взгляд это, в общем-то, типичный для Jump'а сериал. Потому что с одной стороны формально это смесь спортивной манги и любовного треугольника. И то, и другое так или иначе выходило раз за разом в Jump'е. Разница здесь скорее в расстановке акцентов. То есть, даже если мы взглянем на обложку, то мы увидим, что рисовка больше похожа не на сенана, на то, что мы ассоциируем сёдзе. То есть, и она более мягкая тут и в плане прорисовки персонажей, в плане прорисовки волос, в плане прорисовки эмоций. но сходство с сёдзе жанром, даже не знаю, можно ли говорить, это как и жанр сёдзе уже к нынешнему моменту, но тем не менее. Здесь как минимум в том, что акцент смещается на чувства героев. То есть, здесь уже главной интригой становится не то, выигрывает ли персонаж на поединке. спортивные фестивали здесь вообще показываются мимоходом. Они тут есть, то есть, тут есть линия всех персонажей, которые делают карьеру в спорте, но вот сами эти мероприятия, которые бы отнимали десятки глав в другой спортивной манге, здесь показываются буквально за одну-две-три главы. То есть, они заканчиваются, но последствия для персонажей этих событий, то, что они чувствуют, как они влияют на их отношения, оказываются в центре внимания, и они оказываются даже более важными, чем сами события. И, в принципе, сам вот блюбокс, он акцентируется на чувства. Он практически лишен фан-сервиса, а вот для манги, которая построена вокруг любовного треугольника в джампе, это, во-первых, необычно. Во-вторых, во-вторых, несмотря на то, что раньше выходили там и Ичига 100%, и выходили Хацукой Лимитед в еженедельнике джамп, выходил еще ряд романтических серий для парней, хотя это не специализация журнала, в основном, прежде всего, все-таки это вот Янг Джамп на них специализируется. Не было серий, которые бы настолько смещали акценты в сторону монолога, в сторону переживаний персонажей, в сторону их каких-то личной драмы и их личные особенности, а не вокруг. То есть любовная интрига здесь все еще остается, и тут все еще главный вопрос, главный герой останется с кем из двух девушек, которые его окружают. И набор, кстати, довольно стандартный. то есть подруга детства, которая вдруг обнаруживает, что в него влюблена. И вот девушка с обложки, в которую он изначально влюблен. Абсолютно стандартный жанровый набор, который и, в общем-то, как раз видел, как Мангу критикуют как раз за то, что она не сильно отходит от штампов. Но мне кажется, здесь важно именно то, что эти штампы не обыгрывались именно так, как здесь. И скорее всего по ней будет экранизация, учитывая, что это тайтл джамп с больше 100 тысяч продаж. Скорее всего, либо в следующем году, либо даже в этом по нему выйдет аниме. И продажи будут еще больше. Скорее всего, как это часто бывает с драматическими мангами, там будут переливать из пустого в пороженье в какой-то момент на протяжении томов пяти или десяти. Но пока там сюжет развивается довольно активно. Но еще более яркий пример, и это, кстати, самый успешный старт джампа за последние годы. Первый том продался 120 тысяч копий. Это, более того, тиража не хватало, то есть весь тираж раскупили, и люди не могли купить дополнительные копии. к сожалению, после седьмой главы серия ушла на перерыв из-за состояния здоровья мангаки, и даже люди замечали, что на первом томе есть логотип джампа плюс. Скорее всего, он переедет в онлайн, когда вернется даже. И чем интересен Рури Дрэгон? Рури Дрэгон интересен тем, что он совершенно не похож на серию джампа. То есть, если блю бокс на нее не похож, если Чейнсоу-мен очень отдаленно напоминает блю бокс, мало напоминает больше по штампам, то Рури Дрэгон вообще не по одному из показателей не похож на то, что обычно выходит в журнале. Рури Дрэгон это история про ученицу средней школы, у которой в один момент вырастают рога. Ей мама как бы между делом говорит, а, ну, это у тебя отец дракон, я думал, уже не проявится к твоему возрасту. И манга это, в общем-то, слайс и повседневность о том, как у девочки время от времени проявляются новые особенности дракона. То есть, один момент она чихает на уроке в классе и она чихает огнем, то есть, огненное дыхание. И потом она учится с этим справляться. То есть, понятно, что это опять история о переходном возрасте, то есть, о взрослении. но в то же время, во-первых, она, как и Блюбокс, абсолютно лишена фан-сервиса. Во-вторых, в ней нет главных мужских персонажей. То есть, вообще, там появляются ее одноклассники, но ее одноклассники там где-то на заднем плане. Все основные героини девочки. И ее мать, соответственно. Ее отец тоже там появляется на заднем плане с ним, потому что мать не живет, она к нему едет отругаться. И никаких намеков ни на романтическую составляющую, ни на боевую составляющую, ни на соперничество, ничего из того, что традиционно ассоциируется с джампом, в Рури Дрэгон нет. Это больше похоже на вот и Ящик Эй, или вот на что-то из Сейнен-журнала, а не на проект из наиболее известного журнала для парней 14 до 18 лет. И продажи первого тома настолько сильные, что, скорее всего, Рури Дрэгон окажет влияние на следующие проекты, которые будут в джампе. Более того, одна из проблем журнала это то, что из-за вот этой конкуренции, о которой мы уже говорили, которая, в общем-то, уничтожает и постоянный страх вылететь из журнала. Редакторы, которые имеют очень сильное влияние на мангак, регулярно могут требовать ввести боевую линию в мангу, которая не про боевку. То есть, самый недавний пример это Вич-вотч, как раз я про него слайд не делал, но это вот манга от автора Каната Нуастра, то есть Астра в космосе, который изначально тоже, кстати, стартовал в Jumpy Plus и переехал в основной журнал. Которая стартует как романтическая комедия с фантастической составляющей, где мангака сам говорит, я хочу сделать историю, которую в любой момент человек может взять и улыбнуться, и в какой-то момент там начинается Сёнэн-боевка. Она потом проходит, но тем не менее она там есть. Нет каких-то прямых подтверждений, что это работа редактора, но учитывая историю Jump'а, скорее всего, это так и есть, потому что эта история повторяется и дальше. Можно и Машия вспомнить, по которому аниме скоро выходит, который превратился просто в клон Ван Панч Мэна в какой-то момент, хотя изначально у него был потенциал стать какой-то больше комедией, а он уходит опять в боевку с небольшими элементами комедии. И, возможно, успех Rory Dragon повлияет на то, чтобы вообще успех Jump+, который более экспериментальный, повлияет на то, что мы будем видеть более смелые, более неожиданные для журнала серии. И ждем, конечно, возвращения, потому что до сих пор, видимо, проблемы со здоровьем мангаки не решены. Кстати, что интересно, у большинства мангак, которые выходят сейчас в журнале, мы даже не знаем, как у Вани Пола, соответственно. У нас нет ни фотографии, ни какой-то личной информации, а в послесловии от автора, который там говорится, они обычно говорят какие-то вещи, классный сериал выходят сейчас, рамы на той-то улице вкусные и так далее, то есть, которые не раскрывают какие-то подробности о жизни. И мы, в общем-то, не знаем про большинство из авторов, женщины это или мужчины сейчас. Еще один интересный пример, нетипичный для джампа манги, это пи-пи-пи-пи-пи. Кстати, у джампа проблемы некоторые с такими названиями в последнее время, потому что в джамп плюс выходит дан-дан-дан, раньше выходил дорон-роророн, в джампе он закрылся, кстати, после четвертого тома, выходит пи-пи-пи-пи-пи, и в этом всем легко потеряться. У пи-пи-пи-пи-пи, я постараюсь больше не произносить это название, не сказать, чтобы хорошие продажи, он, в принципе, где-то в районе 30 тысяч копий на том задержался, он стабильно где-то во второй половине рейтинг глав в журнале, но он держится, то есть он выполняет минимальные условия для того, чтобы продержаться в журнале, и он получает время от времени даже цветные страницы. Обычно непопулярная манга не получает цветных страниц в журнале. То есть у него, скорее всего, есть небольшая, но фан-база, которая его покупает и читает. Аниме-экранизация маловероятна, но может выйти в принципе в будущем. И опять-таки, помимо того, что сама по себе тематика не совсем обычна для джампа, это Сёнэн про визуализацию музыки и кто из семьи гениев сможет лучше визуализировать произведение. И выглядит он, что видно даже по обложке, как Дёсэй манга из середины нулевых или первой половины десятых. Опять-таки, автор под псевдонимом Мапоо-3, мы даже не знаем тоже ни мужчина, это ни женщина, местами там рисовка и графика напоминает даже работу Ядзава Ай на самом деле. Там что-то от Paradise Kiss есть. И если вот открыть эту мангу, не буду называть название, то по взгляду на страницу ты даже вряд ли догадаешься, что она из еженедельника джампа. Но если мы говорим про более такие традиционные для журнала работы, то это вот, например, Sakamoto Days. Он одновременно и традиционен для журнала и развивает то, что в нем есть. То есть в нем заметны и некоторые изменения отхода от формулы. скорее всего он будет он уже сейчас большой хит, как вы можете увидеть по тиражам. Если у него будет аниме экранизация, оно скорее всего рано или поздно будет, то он наверняка возьмет статус одного из самых популярных серий в журнале. Это история про условного Джона Уика или про самого крутого киллера в мире, который женился, завел ребенка и отошел от дел и растолстел, как вы можете заметить. Поэтому теперь вместе с женой он заведует магазинчиком, то есть комбине, но прошлое его не отпускает. То есть за ним отправляют молодого киллера, который на заднем плане. Видите, он умеет читать мысли. Опять-таки помимо семейной темы со Spikes Family тут еще и чтение мыслей угадываются параллели. который в итоге предает тех, кто его отправил и начинает вместе с ним отбиваться от пришедших по его душу врагов. И Sakamoto Days, он в общем-то помимо очень качественного рисунка, это наверное один из наиболее качественно нарисованных серий сейчас, именно с традиционной технической точки зрения в журнале. Скорее всего сказывается то, что Юто Судзуки получил образование в сфере искусства. То есть он изначально не на мангаку учился, он по-моему чуть ли не на скульптора учился. То есть из-за этого у него понимание изображения трехмерного пространства, на бумаге раскадровки они очень хорошие. Она совмещает в общем-то Sakamoto Days все, что любят в сенен-манге. это это и юмор, это яркие персонажи, это и история с интригами и противостояния, и достаточно много экшена, и яркая необычная завязка. То есть Sakamoto Days, при том, что он в принципе находится в рамках стандартного джампа, он вот оставляет некоторые, он меняет некоторые вещи. Например, несмотря на то, что он формально остается молодой главный герой, то есть ему по-моему 17 лет по сюжету, я уже не помню, вот центральный персонаж, он уже в возрасте и с семьей. И сам по себе этот факт, он несколько отходит от канонов того, что есть в журнале, хотя вот по содержанию это просто очень качественно, очень хорошая и наверное одна из лучших новых серий действительно традиционных. Есть еще иллюзия в Самурай, про который я не делал слайд, от автора, новая работа автора Assassination Classroom, который был, ну класс убийц, который был очень популярен и был вот таким одной из ключевых работ. Он стартовал очень хорошо, но у него продажи стабильно падают, скорее всего первые тома выехали на славе, на прошлые славе автора, то есть которые фанаты покупали, и при том, что серия не сказать, что бы плохая, то есть у нее есть какая-то фишка, это во-первых она основана на реальных исторических событиях и на реальных исторических персонах, причем не с таким сильным гротесным изображением, как это обычно бывает, во-вторых она строится на тактике, потому что главный герой не умеет драться, у него есть команда, которая дерется за него, и он больше занимается тактикой, но в целом она остается вот тоже в рамках стандартного, стандартной серии для еженедельника Сенен Джампа, и причем я бы сказал довольно нишевой, потому что я из интереса прочитал первый том, но у меня абсолютно не было никакого желания читать, что там будет дальше, что мне кажется, судя по статистике продаж, я далеко не один такой, потому что там, по-моему, начиналось 90 тысяч, сейчас у него, по-моему, 40 или 30, то есть больше половины аудитории разошлось после старта. И вот про этот слайд я уже говорил и про Mango+, и сейчас вот статистика более детальная. Часть из нее уже упоминала, то есть 4 миллиона 600 тысяч еженедельных уникальных пользователей, ежедневно это 1 миллион 800 тысяч, скачивания мы не смотрим, вот там как раз график справа, это 35% женщин, 65% мужчин. Кстати, в интервью представитель сервиса говорил, что Spikes Family как раз привел большую часть женской аудитории на сервис, который изначально был ориентирован больше все-таки на мужскую мангу, на брутальную там, на брутальные и откровенные серии. кстати, Волт Сент-Харем Горем Конца Света или как он там называется выходил в Jumpy Plus тоже. Это как раз пример из более таких откровенных серий, которые бы не пустили в основной журнал. И распределение по возрасту читателей, которое тут совершенно не видно. В общем, большая часть аудитории тут старше 18 лет. и как раз пока что мне вспоминается один комментарий, который я видел в интернете. Редакция еженедельника должна радоваться, что хотя бы они выглядят пока не так плохо, потому что всего один хит в год у сервиса. Но скоро будет уже и больше, скорее всего. а у еженедельника дай бог один хит в два года, а то и больше сейчас. И, кстати, справа вот Дан Дан Дан, получит экранизацию тоже скоро. Один из наиболее ярких таких и масштабных успехов сервиса. И вот интересный пример составляет Тако Пеногензай. В России манго совершенно неизвестна. То есть, по-моему, она переведена на русский до конца или даже не до конца ее перевели. Мне всего два тома. Она выходила эксклюзивно онлайн. И она во многом строится на шокирующем контенте. То есть, тут первая глава заканчивается тем, что маленькая девочка повесилась, условно говоря. И это манго завиралилась в один момент. То есть, большая часть ее популярности пришла как раз из-за формата ее публикации, того, как она выходила. Потому что в любой момент, когда люди пошли... То есть, она построена, шокирующий контент в ней такой, неожиданной порой, такой, что люди бегали и рассказывали, вот смотри, что я сейчас прочитал. в социальных сетях делились ею, по-моему, после десятой главы или где-то был переломный момент, когда у серии появилась огромная аудитория. Там вроде в интервью даже говорилось, что они сменили финалы за популярность манги. Я подозреваю, что они более счастливый финал сделали, потому что манга стала более популярной. Но это скорее догадки. И само по себе это довольно изощренная переделка одной из серий Дораймона, точнее, одной из глав про пришельца, который прилетает на землю дарить людям счастье при помощи своих волшебных гаджетов. Но в общем, что бы он ни делал, все только хуже становится. И там это, знаете, как поиск, который несется под откос. Вот сюжет, в принципе, по этой траектории стабильно идет. Потому что кажется, что куда уже хуже, нет, там все становится еще хуже. И это вот все довольно эффектно заворачивается на идею того, что не надо пытаться быть спасителем и кого-то спасти против их воли. Потому что это кончится чем-то плохим для всех участников процесса. и в общем у этого двухтомника, то есть смотрите, тут 1,2 миллиона экземпляров написаны. Тут надо учитывать, что это два тома, то есть по 600 тысяч копий на том. И мы сейчас смотрим на 30 тысяч и 100 тысяч копий в основном журнале и понимаем, насколько это действительно глушительный успех. И в общем-то успех Такупи, мне кажется, серия, которая на Западе практически не обсуждается, что интересно. Он тоже будет знаковым для будущего журналов. И онлайн-версии и не другой. Возможно, Джамм будет пытаться вообще уйти от вот этого бесконечного поиска бесконечных длинностей на замену Блич, Наруто и Ван Пису. Потому что вот Кимитсу Нуяйба, например, которая выходила и которая, кстати, тоже не совсем определенная и не совсем очевидная по своей принадлежности. Потому что, например, в ней очень много монологов внутренних, которые не характерны для Сёнона в принципе. То есть это ближе к Сёдзе-манге опять-таки. Не только по дизайнам некоторых персонажей, но и по ритмике и способам повествования. Он закончился, то есть, хотя у него продажи были хорошие. И в общем-то многие из серий, которые были даже популярны, то есть они вот, ну, есть шансы, что они заброшатся, они будут Ван Писом, которые выходят до сих пор. Возможно, вот как раз успех коротких историй вроде Такопи и нетипичных для Джампа будет одной из основных вещей. То есть, кстати, для экранизации они тоже удобные, потому что двухтомник можно экранизировать полнометражным фильмом, а не телевизион, например, сериалом. Или вот буквально один-два сезона, как это бывает. То есть, и Чейн Солл Мэн на перерыв ушел после девяти томов, что тоже интересное. И фактически у Чейн Солл Мэна абсолютно завершенный финал. То есть, там второй, там понятно, что Фудзи Мото делает со второй серией, что это уже не Чейн Солл Мэн, потому что основной Чейн Солл Мэн закончился. Это больше троллинг от него, что он продолжает нумераться в глав. Хотя, это совсем уже другое идет такое что. Я бы даже сказал, что начало второго сезона лучше первого. Но это спорный момент. И опять-таки, очередной пример авторов, которые переходят из онлайн-версии журнала в печатную. Это серия, которая началась буквально в ноябре прошлого года. Тиража у нее поэтому нет. Первый том выходит только в феврале. То есть, мы не знаем, какие там продажи. И вот буквально только-только начали выходить рейтинги. Он стартовал с хороших позиций. Вот вторая или третья глава на пятом месте из 25 в опроснике Джампа. Ну, опросник Джампа там, конечно, прям это очень интересные результаты часто. То есть, там в какую-то неделю может гэговая манга на пять страниц занять первое место, обогнав One Piece, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen и вообще всех. Просто потому, что многим понравилась шутка из этой главы, видимо, какая-то или еще что-то. Это, кстати, гэговая манга и Джамп, это отдельный разговор, потому что стабильно сейчас Джамп пытается удерживать даже баланс по настроению между сериями, которые в нем публикуются. То есть, так как мы читаем журнал, как правило, по сериям, а не по журналу, это незаметно, но вот уже долгие годы Джамп, например, пытается заканчивать выпуск комедийной мангой короткой на десять страниц. То есть, чтобы, как это тут такое, как в фильмах титры обычно ставят музыку, которая должна вывести из состояния вот этого напряженного фильма, какой-то расслабленного или еще что-то, или бодрого, наоборот. Здесь то же самое. То есть, просто для того, как бы отдохнуть после этого потока напряженных манг, они обычно вставляют в камни что-то легкое, комедийное. Вот Ичино Саке Тайзай, это вот манга как раз от автора Такопи, которая начала выходить в основном журнале, и там, несмотря на то, что как Чен Сау Мэн более смягченный по сравнению с Файя Панч, вот Ичино Саке Тайзай тоже смягченный по сравнению с Такопи, но он все еще, конечно, для широкой аудитории довольно шокирующий. Тут сюжет, что целая семья там попала в автомобильную аварию и потеряла память, и они не помнят ни кем они были, ни какие у них были характеры, и они, в общем, там, после первой главы, как обычно, на 40 страниц или 50, они там приходят к тому, что мы построим новые воспоминания, все будет хорошо, возвращаются домой, и находят там, что часть дверей заколочена, часть стены списана словами «умри», и что на самом деле их прошлое, которое они не помнят, возможно, они как раз хотели его забыть. И это вот действительно очень снова яркий старт, в котором есть и интрига, и шокирующий элемент, и эмоциональность. Я бы от себя добавил, что, насколько я знаю, по-моему, мангак перешел из онлайн-манги и какого-то из артов, и у него или у нее, опять-таки, пол, я не знаю, иногда перевес в изображении эмоций такой сильный, что тяжело следить за тем, что происходит в плане сюжета. В Chainsaw Man та же самая проблема была, потому что и там, и там, наверное, важнее передать чувства и эмоции, а не, особенно в боевке, где в Chainsaw Man было, а не передать вот такую ясно очерченную и очевидную сюжетную историю. И, опять-таки, если это, как вы можете заметить даже по описанию сюжета, нетипичный для Jump сериал. И если его ждет успех, это еще один показатель того, что Jump будет менять направление, потому что он действительно следит. При таких многомиллионных тиражах там несколько этапов редактуры и редакторов, то есть ведущие редакторы, редакторы серии, которые ведущим редакторам подчиняются, мангаки, которые подчиняются редакторам, издатели, и они следят за популярностью трендов и выбором. Кстати, Исикай манги пока не было в Jump, что интересно. Я думаю, это они принципиально. Еще из вот этой новой волны манги, которая там выходит, это совершенно неожиданное решение. Ниссио Исин, автор Бакимона Гатари, автор Медака Бокс и еще целого ряда серий публикуют свою мангу в Jump. Она и она примерно то, что ожидается от Ниссио Исина. Единственный мальчик в школе для гениальных хакеров, который еще и не хакер, оказывается втянут в противостоянии авторитетов там и получают волшебные очки от девочки, которые решают ему помочь, которые позволяют ему больше, то есть сразу видеть ключи для загадок. И построена она по такому принципу, что каждая глава дает загадку определенную, которая ему говорит «Ха, попробуй реши вот это». И читателю дается время на том, то есть несколько страниц, чтобы он сам попытался разгадать или догадаться до успеха. Как правило, шифры там это вот академия шифров, по-моему, на русском называется или я уже не помню. Cipher Academy на английском точно. И в конце главы представляется решение. И есть вот сверху еще сюжет с интригой, в котором кстати уже упоминаются криптовалюты и другие трендовые вещи. в принципе это вот все достаточно гротескное и over the top, как говорится, как мы ожидаем от работы Исина. По рейтингам она стартовала хуже, чем манга про семью, которую мы до этого смотрели. и многие считают, что она довольно быстро закроется, потому что сам по себе тема с разгадыванием загадок и шифров вместе с довольно гротесным сюжетом, не для всех популярная, но посмотрим, пока неизвестно. Но сам по себе выбор Исина, он сегодня неожиданный сегодняшнего джамба. И тут еще ряд серий, которые выходят там, про которые я отдельно не говорил. Интересно то, что меняются видимо из-за того, что редакция следит за демографией и читателями и появляются все больше и больше манг, где главные герои женщины. То есть, например, Вакане Бонаши главная героиня девушка, которая занимается рокуго, соответственно. но там по сравнению с той же Рури Дрэгон, которая вообще фактически отказывается от мужских персонажей, все же есть мужские персонажи. Они там так или иначе появляются. И вот High School Family, которая здесь есть, это как раз гэговая манга, которая обычно заканчивает журнал. И скорее всего это та причина, по которой ее до сих пор не закрыли, потому что рейтинги у нее очень плохие, продажи тоже очень плохие, но вот из всех серий с плохими рейтингами и плохими продажами она держится в журнале довольно долгое время, при том, что как будто бы аудитории у нее мало. и вот уже по Маше вот этот первый по Undead Unlock анонсировали аниме, которое скоро стартует. И на обложке, которая здесь, это Ichigoki Under Control, это комедийная манга, тоже из классических жанров джампа. Джамп обычно раз в какой-то период времени запускает мангу, которая должна быть просто абсурдной комедией, которая должна быть очень преувеличенной, гротесной комедии. Ichigoki, кстати, очень хороший старт, ее приняли тоже. Хорошо. Главный герой в первой же главе умирает, становится киборгом, которым управляет его уменьшенная подруга детства, которая говорит, ты как мех, которого я пилотирую, и он должен ходить из-за того, что пока что его тело не отлажено, постоянно случаются какие-то проблемы в контроле. И в общем, это действительно пока что начинается как очень хорошая какая-то комедийная геговая манга без особых претензий. Более сюжетная, чем High School Family или Roboco, например, но тем не менее. И напоследок, то, что я хотел еще сказать из изменений до того, как мы перейдем к выводам соответственно и завершению, это немного о темной стороне Джампа. Мы уже коснулись его первой темной стороны, это то, что конкуренция с постоянной угрозой закрытия серии приводит к тому, что мангаки работают просто как проклятые, то, что ты не можешь уйти на перерыв, ты не можешь уйти, то есть, если ты уходишь на перерыв, тебе надо задолго до этого предупредить, потому что страницы уже выделены под твою главу, и если ты в последний момент уходишь, это проблемы для журнала, то есть, проблемы для тех составителей. Ты не можешь сбавлять темп, потому что если ты сбавишь темп, что-то пойдет не так, твою серию закроют. ты, ты, и в общем-то, многие мангаки говорят, что спят в среднем по 4 часа в сутки, а то и меньше, что, ну, Миура, кстати, это не только для Джампа, пример Миуры вы все помните. Там были подборки его закрывающих слов к Тамам Бертерка, и там вот просто его история отчаяния и смирения, где он в один момент он постоянно пишет, я сегодня упал в обморок, потому что я не спал двое суток, я не виделся с друзьями полтора года, я сегодня впервые за 3 месяца вышел на улицу и чуть не упал от бессилия, и в какой-то момент он напишет, что в моей жизни есть только манга, и я с этим смирился, и, то есть, там потом все издевались, что Бертерка постоянно уходит на перерывы, там понятно если почитать его заметки, Мюра, который очень детально прорисовывает рисунок, даже с ассистентами, у него это был слишком тяжелый труд, и он так угробил свое здоровье к 35 годам уже, что он постоянно уходил на перерывы, просто потому, что ему здоровье не позволяло так работать, и в итоге его сердце и подвело, и он вот умер, к сожалению, скорее всего из-за переработок, и вот история Мюры, она не единственная, но в общем-то есть и другая проблема, которая время от времени всплывает в Джампе, это скандалы, которые там есть, и точнее нас интересует прежде всего то, как издательство на них реагирует, например, автор Торико манги был осужден, и по-моему отсидел какой-то срок даже за секс с несовершеннолетними проститутками, и при том, что в тот момент его серию закрыли, потом ему выдали как раз новую серию, и Торико выходил, по нему выходило аниме, и все забыли про его уголовное прошлое. У него был кроссовер с One Piece, у него, то есть он приносил видимо много денег Сьюэйси, и поэтому он продолжал. И нельзя забывать Кенсина, конечно, абсолютно ужасная ситуация, но вот в России, помню, как Самура Икс выходил, это вот бродяга Кенсин, один из самых популярных серий джампов в 90-е была, и вот в нулевые выходила. Его автора нашли огромное количество детского порно, то есть буквально сотня дисков, если не больше, при том, что у него была жена и дочь, по-моему, кстати, что делать ситуацию еще хуже. Причем полиция изначально подозревала, что его производят, потому что там были настолько огромное количество. У него нашли и в офисе, и дома, и вообще везде. Ну, он там, по-моему, какой-то срок отсидел, его оштрафовали, у него поставили на паузу экранизации манги, а потом он вышел, выплатил штрафы, и через год-другой публикацию возобновили. Не в еженедельнике Джампа, в другом журнале, но тем не менее. И фильмы вышли с нового продолжения по Кенсину, готовится новое аниме, и все продолжается. Опять-таки, как будто бы никто и не помнит, что там было. И в этом плане интересна ситуация с Act-Age мангой, которая была одним из главных хитов несколько лет назад, Джампа новых. Там был дуэт художницы и автора, то есть как раз. И вот автора поймали за тем, что он под наркотиками приставал к школьнице на улице случайной, и он признал вину, тут же его взяли. И здесь, как ни странно, Джамп тут же прекратил серию, не отдал ее никому, остановил все постановки, которые были, то есть весь мерчандайз, и вот свернул фактически весь проект. Это вот было недавно. И художница там тоже писала, что это вот ужасно, и то есть она выступала с заявлением, где вот говорила, что пожалуйста, не просите о продолжении, думайте о чувствах жертвы, то есть и так далее. И то есть там на удивление после всей этой истории с тем, что издательство замалчивало вот эти проблемы и криминальное прошлое, они вдруг тут повели себя более строго. хотя с другой стороны это можно считать не проявлением изменений в лучшую сторону, а банальным лицемерием, потому что ActAge, несмотря на то, что приносил огромные деньги, он приносил не настолько огромные деньги, как Кэнсин, например, и его экранизации. И я, конечно, бы хотел вот эту часть завершить словами, что может быть это нам говорит о том, что в лучшем ситуация будет получше со скандалами, но нет, скорее всего. Там еще был в нулевые, в Jump'е вообще время от времени происходит скандал, про которые меньшего масштаба, то есть, например, в нулевые там одного мангаку поймали на том, что он срисовывал с тетради смерти отдельные фреймы, и он извинился из-за плагиат, серию закрыли. И там была очень забавная история в контексте этого вот скандала, что несколько лет назад в Jump'е выходила манга, по-моему, Ghostwriter или еще что-то такое, где главный герой переместился случайно в будущее, увидел там хитовую мангу и начал ее срисовывать в современности, чтобы стать знаменитым. И по сути, занимаясь плагиатом чужой работы из будущего, не совсем понятно, как это попало в Jump, но серию быстро закрыли. То есть, скорее всего, они поняли, что они сделали, и что они сами закрывали серии за плагиат. Что это, наверное, не лучшее было решение. Но перейдем, в общем-то, уже к завершению. То есть, тут как раз обложка Аканэбанаши, про которую я говорил. И в целом, мне кажется, что мы действительно не можем говорить о вот этом кризисе, о том, что еженедельник Сёнэн Джамп загибается и умирает, потому что это, скорее, он сейчас в переходном периоде между старой эпохой и новой. Вначале я как раз говорил о том, что одно из главных достижений Jump, что он до сих пор актуален. Что вот прошло 50 лет, а мы все еще видим, что серии из него раз за разом становятся культурными феноменами. Раз за разом видим, как он переделывает, если не переделывает, то сильно влияет на мировую японскую популярную культуру вообще. И мне кажется, главная причина, почему ему удается оставаться на плаву такое долгое время, это адаптивность. Потому что если проследить историю Jump, там меняется стиль, то есть тренды в стиле, там меняются тренды в основных сюжетах, он не остается одним и тем же, он постоянно меняется. И если он 50 лет умудрялся адаптироваться к новым временам и к запросам новой публики, то скорее всего он сможет и сейчас. И вот этот поток неудачных серий, которые быстро закрывались и не находили свою аудиторию, это скорее признак поиска и новых вариантов. И мы уже видим, что где-то эти поиски срабатывают удачно. Мы видим изменения в демографии, то, что теперь уже несмотря на то, что все если не говорит, какой процент аудитории на самом деле читает из женщин Sionan Jump, мы видим, что это отражается на выборе серии, в которых все чаще женские героини и вообще почти полное отсутствие мужских без фан-сервиса. То есть мы видим и смену в тематике и появлении семейной темы и появление индивидуалистических тем, как в Change of Man и других вещей. мы видим и скорее всего смену формата, то есть что в принципе постановка вопроса где новый Blitch, где новый Naruto неверно, потому что скорее всего они не будут делать упор на долгоиграющие Sionan'ы, которые существуют на протяжении такого долгого времени. И мы видим как в принципе этот процесс застиранием демографических рамок и то, что Sionan'ы Sionan'ы переплетаются между собой это процесс, который не только в Jump'е происходит. Потому что сейчас есть журналы, которые говорят мы делаем Sionan' для женщин, то есть есть журнал может выходить практически Sionan'ы манго в Sionan' журналах и опять-таки фактически Sionan' в D'Ossay журналах. То есть Skip to Loafer, по которому в апреле от PA Works будет аниме, кстати, очень советую замечательная манго, и аниме я думаю тоже будет хорошее, оно выходит в Sionan' журнале, при том, что и нарисованно, и сюжетно, и тематически, оно традиционно бы связывалось с Sionan' за мангой, которая рассчитана больше на женщин. И сами по себе разграничения между Sionan' и Sionan' для более старшей, для более молодой аудитории все сильнее размываются точно так же. То есть и возможно вот это разделение Sionan' 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 они вообще останутся в прошлом, в обозримом будущем. И я не знаю, сменит ли название конкретно журнал Sionan' Jump, то есть у них даже есть выбор, они могут оставить еженедельник Jump, например, просто убрать своего Sionan' из названия, но я не уверен, что они пойдут на этот ход без уважения к историческому. Но тем не менее посмотрим. И в этом плане вот Jump хорошо отражает в принципе процессы, которые происходят в манге. И в принципе отражает то, что мы скорее всего будем видеть и в аниме, и в популярной культуре в ближайшее время. Процесс все еще не закончен, эти вот изменения, которые происходят, они все еще не цементированы и новая эпоха, мне кажется, все еще не настала. Но я думаю, это уже вопрос довольно короткого времени. Так, большое спасибо за внимание. всем, кто пришли. И... отражает...